МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 плюс продолжает работу в эфире. Вы смотрите дневной выпуск новостей в студии Андрея Бричко. Начнем с новостей последнего часа. В составе России теперь насчитывается 89 субъектов. Совет Федерации ратифицировал договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Члены Верхней Палаты Российского парламента единогласно проголосовали за это решение на очередном пленарном заседании. Напомним, 30 сентября президент России и главы регионов подписали договоры о присоединении к России, а вчера их ратифицировала Госдума. К другим новостям. На портале Госуслуг заработали сервисы по частичной мобилизации. Если вам или вашему родственнику прислали повестку по ошибке, сообщить об этом теперь можно через портал. Для этого нужно открыть раздел «Частичная мобилизация» на главной странице. Отметить, за кого подаете заявление и выбрать основание для отсрочки. Дальше остается заполнить заявление по форме, приложить фото повестки и документы, подтверждающие, что вас призвать не должны. В этом же разделе можно узнать всю информацию об отсрочке, гарантиях и льготах для семей, мобилизованных, а также записаться добровольцем. Глава Мурманской области участвовал в парламентских слушаниях в Москве. Главная тема – параметры федерального бюджета на будущий год. Андрей Чибис обратился к Совету Федерации с просьбой предусмотреть средства на продолжение программы по реновации ЗАТО. По словам губернатора, состояние населенных пунктов, где живут наши защитники и их члены семей, не может таким оставаться. К сожалению, пока в проекте бюджета на это заложены всего лишь 300 миллионов рублей, и понятно, что сумма должна быть кратно выше. Но вот реакция Валентина Ивановна на то, что это обязательно, это принципиально важно, дает нам все основания полагать, что в рамках принятия бюджета ко второму чтению нам удастся добиться увеличения финансирования на эту задачу. Жильцы мурманской пятиэтажки Новоровского устали от ужасного запаха в подъезде. Подвал в доме постоянно заполнен канализационными стоками, от сырости в квартирах появляется плесень и насекомые. Люди обращались в различные инстанции, но безрезультатно. С подробностями Александра Пескова. Трубы старые, они эти трубы горячие и холодные поменяли, и то только где видно. Дальше там трубы уже стоят старые. Без маски заходить в подъезд с 16-го дома Новоровского невозможно. В нос сразу бьет едкий запах канализации. Весь подвал заполнен нечистотами. Жильцы с проблемой борются как могут. Не первый год обращаются во всевозможные инстанции. А пока там решают, что делать, в ход идут литры освежителя воздуха. Канализация у них не чистится. Вот там у них тоже, я смотрю в углу, вон там лужи, а там что у них творится, я даже понять не могу. Неприятный запах – это полбеды. Из-за постоянной сырости в квартирах появились мошки и комары. Они не дают покоя в первую очередь детям, ведь укусы насекомых могут стать возбудителем аллергии. У меня ребенок весь искусанный. Я сначала думал аллергия, потом думал, ну клопы что ли, комары, толпами. Вот вечером ходишь с газеткой и колотишь. Дихлофос на них не действует, фумигаторы не действуют. Конец сентября месяца, а толку никакого. По словам жильцов, они регулярно жаловались в управляющую компанию, но специалисты заявки игнорировали. Правда, после обращения в Министерство государственного жилищного и строительного надзора дело сдвинулось с мертвой точки. Управляющей организации указана необходимостью произвести работы по откачке канализационных вод из подвального помещения и произвести работы по дезинфекции такого помещения. Этот вопрос у нас находится на особом контроле. Как заверил руководитель управляющих компаний, этой проблемой они занимаются с середины августа. Но справиться с затоплением не получилось по объективным причинам. Часть канализационных труб находится в зоне ответственности водоканала. Водоканал приезжал, выполнял прочистку дворовой канализации, но это не помогло, пока на самом деле они не выполнили работы по замене вышедшей из строя трубы. Теперь перед управляющей компанией стоит задача откачать нечистоты из подвала до конца недели. После этого коммунальщики проведут экспертизу внутридомовых сетей. Если работы не будут выполнены в срок, на буревестник составят акт об административном правонарушении. Александр Песков, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Ровно 106 лет назад был основан последний город Российской империи Романов на Мурмане. В апреле 1917 года город переименовали в Мурманск. Бронзовая плита, символизирующая рождение города, была заложена 4 октября 1916 года. Уже в 20-х годах прошлого века Мурманск стал быстро развиваться как стратегический крупный порт. Важнейшей страницей в истории города стала Великая Отечественная война. Германским командованием захват города и порта, через который шли грузы из стран-союзниц, рассматривалась как важнейшая стратегическая цель. В общей сложности за годы войны немцами было совершено 792 налета на Мурманск и сброшено около 185 тысяч бомб. В результате бомбардировок было уничтожено три четверти городских построек, однако Мурманский порт ни на минуту не прекращал свою работу. В 1971 году город был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году – Орденом Отечественной войны Первой степени. В 1985 году Мурманску было присвоено звание «Город-герой», а в 2016 году столица Заполярья отметила век с момента основания. Кроме того, в этот день, 4 октября 1932 года, была образована территориальная противовоздушная оборона. С этого времени в нашей стране началось создание системы гражданской обороны. На территории Музея военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново в честь праздника организовали выставку пожарно-спасательной техники и оборудования. Сотрудники подразделения почтили минутой молчания память погибших летчиков, возложили цветы к мемориалу славы авиаторам-североморцам. Кроме того, на торжественном мероприятии наградили отличившихся сотрудников МЧС. Около 30 человек получили благодарственные письма, почетные грамоты и медали. Это люди, которые подошли к своей работе наиболее качественно, подготовили планы, учения, тренировки, ну и выполняли свои задачи наиболее, скажем так, качественно. Современная гражданская оборона занимается вопросами обеспечения безопасности государства, населения в военное время, а также может применяться при решении и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени. А для мурманчан, желающих познакомиться с историей развития сил гражданской обороны, в областном краеведческом музее открылась выставка «Гражданская оборона. Вчера, сегодня, завтра». Узнать об истории современных спасателей, увидеть советские учебные плакаты и архивные фотографии, прочесть документы. В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию системы гражданской обороны России. В экспозиции представлены как современные средства защиты, так и те, что использовали еще в прошлом веке. Например, противогаз для лошади. Конкретно этот использовали во время Первой мировой войны. В музее он оказался благодаря волонтерам. Все экспонаты собирали сами спасатели. Костюмы химической защиты, старые громкоговорители, дозиметрические приборы. В зале нашлось место даже для палатки временного размещения, оборудованной всем необходимым. Поэтому к этому мероприятию очень скрупулезно, изучая в том числе архивные документы, наши специалисты готовились в течение года. И это результат всей годичной, можно сказать, срока года подготовки к этому мероприятию. Познакомиться с достижениями современной гражданской обороны и историей ее становления северяне смогут до конца месяца. Евгения Гречуха, Кирилл Грапиняк, Татьяна Лежняк, ТВ21+. А теперь о спорте. В Мурманске состоялся необычный забег Arctic Top Run. Любители свежего воздуха и гор соревновались и в покорении крутых склонов на скорость. Кто оказался победителем и как прошла гонка, расскажет Даниил Скуратов. Самый северный забег в гору Arctic Top Run в этом году проходит во второй раз. Трасса стала длиннее и сложнее, но цель соревнований осталась прежней. Добраться до вершины быстрее своих соперников. Глубокие рвы, 40-градусный склон и почти 560 метров южного склона. Все для того, чтобы дойти до финиша и нажать на эту красную кнопку. Побороться за денежные призы решили больше сотни участников. Евгений Лихограев по профессии пожарный. Увлекается лыжными гонками и бегом. Приглашение от коллег на гонку воспринял как очередной вызов. В отпуске в горах был, тренировался. Да и в целом готовлюсь. Нет такого, что в конкретном соревновании. Круглый год идет подготовка. В личном зачете жаркая борьба началась еще на старте. А уже к середине дистанции из общей группы выделилась тройка лидеров. Первым до заветной кнопки добрался Алексей Лупандин. В командных соревнованиях все оказалось куда сложнее. Победителей проигравших отделило всего одна секунда. Бежали участники по четверкам. Трое в цепке и один направляющий. Вот это ничего себе! Вот это ничего себе! Несколько метров! Несколько метров между двумя командами! Лучшими в этой дисциплине стали военные моряки из команды «Барс». Организаторы надеются, что проект будет развиваться и дальше. И в следующем году участников станет еще больше. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про вайберы и ватсапы и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области. В Кандалакше сегодня днем до 8 градусов тепла, безветренная погода, возможно, небольшие осадки. В Умбе пройдут кратковременные дожди, температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. В полярных зорях сегодня пасмурно, дождливо, температура 8 градусов. В Апатитах также возможен кратковременный дождь и ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура плюс 6, плюс 8. В Кировске аналогично пройдут дожди, температурный столбик термометра покажет плюс 7 градусов. В Кавдоре сегодня днем безветренно, предвидится осадки, температура плюс 5, плюс 7. В Манчегорске до 8 градусов днем также пройдет небольшой дождь. Дожди не обошли сторону Иловозера, там сегодня 8 градусов тепла, ветер юго-восточный, 2-3 метра. В Оленигорске до 7 градусов днем возможен небольшой дождь. В Нигеле плюс 5, плюс 7, западный ветер до 3 метров в секунду не обойдется без дождя. Также и в Заполярном аналогично до 7 градусов и осадки. На севере области в Североморске сегодня днем дождливая, температура воздуха плюс 8 градусов. Сегодня в Мурманске облачное с прояснениями погоды, а без стами возможен дождь, ветер восточный 3 метра в секунду, температура плюс 6, плюс 8. Это были все новости к данному часу. С вами в студии был Андрей Бричко. Всего доброго и до скорых встреч на ТВ 21+. Редактор субтитров А.Семкин